Привет! В этой рубрике мы будем разбирать лексику немецкого языка с опорой на самый авторитетный словарь – Duren. Если вы изучаете немецкий хотя бы несколько месяцев, вам можно смело переходить от двуязычных словарей, например, немецко-русского или русско-немецкого, к использованию монолингвистических, то есть немецко-немецких словарей. Выпор такого словаря для немецкого языка очевиден. Это Duren. Нормативные сведения о современном немецком языке и каждом входящем в его состав слове отражены в данном толковом словаре наиболее полно и понятно. В словаре собрано свыше 140 тысяч слов. Есть электронная бесплатная версия словаря, статьи удобны в использовании, компоненты статьи кликабельны, информацию можно расшарить или добавить в собственный блокнот. Однако для этого требуется регистрация. Каждая словарная статья – это полное лексикографическое описание слова. При поиске вы можете ввести не только начальную, но и падежную форму в случае, например, существительного или местоимения или спрягаемую форму глагола. В словарной статье выделяются следующие структурные компоненты. Заглавное слово – «тимель» – указанная часть речи – «ворд арт», «род» – «ди» для имен существительных, и частотность, то есть частота встречаемости слова – «хойфелькайт» в виде шкалы, где пять – максимальное значение, а один – минимальное. У нас здесь три. «Рехтшайбунг» – правописание. Это раздел второй. Морфологический разбор слова, морферменная структура слова, его производность и членелимость на основу, либо основы, и аффиксы. Важный момент. Если для слова есть несколько вариантов правописания, то «дуден» дает рекомендованный вариант, редакция вариантов, выделенным желтым цветом. В данном случае мы видим, выделенным желтым, не само заглавное слово, а словосочетание «eine milchgebende» или «milchgebende» – «ку». «Eine milchgebende» – то есть, дословно, молоко, дающая корова, то есть, как по-русски? «Дойная»? «Дойная», да. Раздельное или слитное написание, и «дуден» рекомендует раздельное написание. «Eine milchgebende» – «ку». Следующий раздел «Edeutungen» – «значения», то есть, определение лексического значения или значений слова. Мы видим, что у молока пять значений, а первое значение еще и делится на два панпункта – «a» и «b». Все значения даны с примерами контекста, часто употребляемыми словосочетаниями, короткими предложениями, фразологическими или устойчивыми оборотами, иногда цитатами. Следующий подпункт «Herkunft», да, можно так вот перепрыгнуть, «происхождение». Дальше. «Kramatik» – кроматический разбор слова, приводится «род», «die milch», «родительный падеж», «deer milch». Форма единственного и множественного числа. Мы видим, в данном случае есть пометка «fachsprache», то есть, профессиональный язык. В молочной индустрии для обозначения видов молока используется множественное число. «Milchen». Следующий раздел «Pusten die schon». Знали ли вы, что указано, к какому уровню языкового владения по критериям экзамена на сертификат Гёте-института слово относится? В данном случае небольшой сюрприз. Слово «молоко» оказывается вы должны знать только на уровне «de eins», а это уже третий уровень после «a eins» и «a zwei». Вероятно, это связано с порядком изучения тех на языковых курсах Гёте-института. Следующий подпункт «Aussprache». Произношение и ударение. Ударение помечается точечкой под ударной буквы. Вот мы её тут видим. Прослушаем. И «Typische Verbindungen» – «Облако слов», визуальное представление типичных слов с данным ключевым словом, сгенерированное компьютером. Вы можете встретить в статье другие разделы. Например, синонимы к слову или стилистические понеты, такие как «umgangssprachlich» – «разговорная речь», например, «fremdschämen» – «испытывать чувство неловкости или стыда за других» – это глагол, и «dianmedienhummel» – «schumichovsmi». Они не относятся к литературному немецкому, но широко распространены. Дальше. «Zalopp» – «бульгаризм» – выражает определенное пренебрежение к социальным нормам. Это какой, может быть, пример? Может быть, не стоит учить по хому? Ну, ладно. Ну, например, «behemmet» – «чокнутый». Но следующая пометка гораздо интереснее. «Gehoben» – «высокий стиль», «возвышенная патетическая лексика». Слова, используемые в терминальных случаях и иногда в литературе. К примеру, «idelmut» – «благородство», «великодушие». Также может быть пометка «beidungssprachlich» – «книжный стиль». Слова – это в основном иностранные, требующие высокого уровня общего образования. А как это пишется? «Explikation». Мы пока смотрим просто слова. «Explikation» – набери, пожалуйста. «Женского рода». Правильно? Да, совершенно верно. Да, вот это пример книжного стиля. Сейчас мы увидим с вами, что должно быть написано вот «beidungssprachlich». Да, там где значение «beidungssprachlich». Замечательно. А также бывают пометки «familie», «фамильярное слово», то есть слова, используемые в общении близких и друзей или в семье. Например, «нахальный басук» – «фрэхтакс». Или «котёнок» – «мицекэтсхен». И «жаргон». Да, жаргон – слова, которые используются в определённых кругах. Например, те, которые характеризуются средой или профессией. И, например, «фауэн пауа». Да, то есть очень актуально сейчас говорить про силу женщин. И «дяб». Грубое выражение. Но мы не будем на них останавливаться. Возможно также указание на региональное или диалектальное распространение. Например, «нохтdeutsch», «рheinisch», «сюдdeutsch». Например, «сюдdeutsch» мы видим глагол «аussшватzen». Или его южно-немецкий вариант «аussшвэтсен». То есть «вытрепать», «выболтать». А также «швейцерisch» – «швейцарский вариант». Или «österreichisch» – «австрийский». Например, «eine tasse kaffee» – «чашка кофе». Будет австрийский вариант у нас в «österreichisch». «Das kaffee». «Das kaffee» – «чашка кофе». Может быть также указание на устающий характер слова или принадлежность к определенному историческому периоду. Например, «folkskammer» – характерная для ГДР. «Народная палата ГДР» – «folkskammer». Замыкает статью «навигационное поле». Ссылки для перехода на предшествующие или последующие словарные статьи в алфавитном порядке. Таким образом, словарь «dudel» поможет вам вне зависимости от уровня владения немецким языком. Вы можете эффективно пользоваться словарем и извлекать из этого огромное количество пользы. А как – мы вам расскажем и покажем в наших следующих выпусках.